Так, всем большой приветик, мои дорогие, любимые, сегодня у меня для вас гороскопчик на следующую недельку. Как она у вас, собственно, пройдет, да? Сегодня будем смотреть, это платье Гасан не оценил, он сказал, это как оборванка, но мне она нравится. Реально, как лесная февра, а мне очень нравится. Так, ну что, поехали, Гайс, мы начинаем. Козероги, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, в польске, ссоры. У-у-у, какие ужасные карты, все для вас, козероги. Ну, на любовь у нас выпала карта тройки Пентаклей. Что-то надо вам решить с человеком из прошлого. Здесь не договорились еще, не дорешили, либо вы уже с кем-то контактируете, общаетесь, и что-то нужно доделать на этой неделе с человеком. У вас даже на поиск любви выпала шестерка чаш, то есть у тебя есть, в принципе, выбор, так что выбирай из того, что уже есть. Вот, мы тебе предлагаем выбирать из того, что есть, нравится тебе это или нет. Здесь вот спрашиваю, есть ли достойный восьмерка жезлов, такая карта, она больше про общение, про встречи, может быть, какие-то, но про нарастающее что-то. Вы можете полюбить здесь человека, заставить себя любить, если вам прям не в моготу, уже быстрее в отношения вступить. Просто тут нет полноценной какой-то личности, здесь отголоски. Ну, именно, чтобы вам подходило, я имею в виду, да. И тут вот по шестерке чаш, то уже же кто-то есть, но рассмотри, может быть, подойдет. Плюс здесь вот эта тройка пентаклей больше про работу в этой колоде, потому что она, в принципе, ну, в общем и целом она про любовь, но здесь акцент в этой карте все-таки на работу. Вот, обозначение, да. Поэтому я думаю, что плюс с этим человеком можно, он может вам либо что-то дать, да, вот там связи какие-то, или вас направить куда-то работать. То есть, ну, неплохо, вы можете что-то получить от человека, и не обязательно это будет любовь. Вам говорят, пообщайся, присмотрись. Может быть, вам дают, кстати, вариант, допустим, вы в глубине души очень хотите любовь, а он дает вариант с деньгами, потому что вы это афишируете, и вам говорят, вот, вот, вот тебе с деньгами нравится тебе, нет, а вот тут деньги есть. Вот, думай. Для тех, кто в паре, какие-то грустные времена наступают, когда вы отдаляетесь, типа, вы чем-то занимаетесь, и он чем-то занимается, по крайней мере, на этой неделе. То есть, у вас свои дела, и у человека, соответственно, тоже свои дела. Вы оба чем-то вот заняты, вам не до друг друга. И здесь есть момент паузы, то есть, если вы в чем-то поругались или поругаетесь, что более чем вероятно, либо здесь просто безмолвие на почве того, что я не знаю, там, оставаться с тобой или нет. В общем, здесь суть в том, что нет диалога, значит, ну, вы отстраняетесь, но вы продолжаете что-то делать, работать. Для тех, кто в ссоре, здесь вы продолжаете жаловаться, человека нет. Пять дней, пять недель, пять месяцев придет. Но я вам скажу, что вы разочаруетесь. Разочаруетесь. Здесь будет какой-то очень серьезный разговор с человеком, он вас разочарует. На этой неделе будет какой-то упущенный шанс, связанный с деньгами. Может быть, вам кто-то что-то пообещает, что-то купить или дать, и не дадут. Я открою окошко, а то что-то душно. Душно мне, душно. Очень сильно душно. Пожалуй, открою реально балкончик. Ох, сейчас будет задувать, конечно. Ну ладно. Вот, собственно. Чего-то не получается здесь благосостоянием. Либо, может быть, вы не планировали на что-то тратить деньги. Здесь очень странный какой-то момент с деньгами. Это у меня автоматический аэрозоль. Можете еще допустить какую-то ошибку и потерять деньги, к слову. Лучше не играть в какие-то азартные игры на этой неделе, не вкладываться никуда. Еще могут обмануть по любви, так что осторожнее вот с поиском партнеров. Видимо, кто-то может быть, но еще кто-то может забрать. Короче, на этой неделе очень аккуратно. У вас что-то будут пытаться забрать. В плане денег четверка чаш, ну, сознательный отшельник. Будто вы не на работе на этой неделе. Либо как-то на дистанции. Кто дистанционно работает, то у вас, ну, все так же. А вот на этой неделе вы рискуете уйти в любовь, и вас могут очень обмануть. Вот я за это переживаю. Тут что-то с финансами обман какой-то. Или маленькая выгода. Просто тут идет неоправдание надежд. Я не вижу своровать, но... Что-то типа вы не ожидали, что так получится. И тут очень много про деньги. Так что аккуратней. Дева. Работа. Общий фон для тех, кто в паре. Уже люди в поиске. Ссори. Те, кто в паре, вы очень хорошо можете решить вопросы свои на дистанции. Вы как будто... Чем дальше друг от друга, тем у вас крепче любовь становится. Вот правда, чем прям вот вы отдаляетесь друг от друга, тем лучше вам. И у вас тут на дистанции получится и разговор хороший, какая-то романтика. Лучше на одну неделю даже когда-то съездить. Не отказывайте себя в каких-то поездках. Здесь в интернете вы как-то более сплотитесь. В соцсетях, там переписки какие-то. Либо здесь нужен отношением виток а-ля детства. Да, приглашать на свидание, подарить цветы, разъехаться в разные места по домам. Что-то такое попробовать не как обычно. В целом, в общем и целом, на любовь падает пашмичей. Хочу все знать четко, ясно и понятно. И чем-то вы недовольны. Ну вот, видимо, недовольны всеми сферами, которые на любовь у нас. У вас такое болезненное ожидание, те, кто в ссоре человека, прям жесть. Кто-то ждет 4 месяца, кто-то 4 недели, кто-то 4 дня. Человек не придет, ему весело, ему хорошо по тройке чаш. Он не хочет тут говорить, не хочет возвращаться в короле мечей. Десятки чаш, здесь очень много еще, кстати, работы, вышла карта работы. То есть, возможно, человек отстраняется из-за работы, либо... Ну тут идет больше, знаете, оправдание, типа, я не хочу о ней думать, я не хочу с ней говорить, потому что я, типа, занят, ну сам себе вот эти оправдания, да, что у тебя нету, блин, 5 минут, чтобы там говорить со мной. Ну то есть, не трогайте, не беспокойте человека, не навязывайтесь. На поиск любви Верховная Жрица. Ну вот девочкам сразу скажу, что интернет-знакомство приведут, что вас неправильно поймут, что вы какая-то легкомысленная. И с вами захотят таких же, вот какой-нибудь король кубков есть, у вас рыба-рак, скорпион, вот мужик есть какой-то, который захочет с вами легкости, мальчики, познакомиться на работе омен-лев, стрелец-девочка. Здесь вас могут неправильно понять, поэтому в интернете тоже лучше на этой неделе особо не сидеть. Можете встретить омен-лев, стрелец-мужчина, познакомиться, он будет более серьезным, более настроенным на вас, вот. С ним можно будет что-то продолжить. Ну вот, на работу королевы Жезлов, омен-лев, стрелец-мадам выпала. Вы стремитесь к ней, к какой-то мадам, за помощью, что ли? Не отпускаете ее куда-то? Кто-то может жену даже на работу не отпускать. Ту-спинтакли не хотите, вот вы держитесь за какую-то мадам, потому что не хотите отпускать какую-то финансовую независимость. Кто-то, может быть, в учебе не хочет отпускать эту девочку, потому что она там вам подскажет, да, списать информацию. Кто-то держится за нее, потому что там она денег больше заплатит. Тут трансформация, вы как будто чувствуете, что скоро этот человек не будет вам помогать в работе. Здесь просто девушка какая-то, женщина. Здесь до сорока, я думаю. И, ну, 35-40 лет. Ну, королева, она может быть и сейчас, типа, и в 20 лет, да, не имеет значения. Просто ум человека. Но тут идет именно по харизме королева Жезлов. Такая шустрая, хитрая. Но вы ее упустите в любом случае. То есть вы скоро останетесь без какой-то поддержки на работе. Общим фоном тройка мечей, треугольники. Овен Девстрелец может крутить треугольники. То есть вы либо с ним знакомитесь, либо это ваш партнер. Ну, долгое время человек не будет исправляться. Как-то все сводится на нет. Разговоры. Там, типа, ты что мне изменяешь? Нет. И все. Холодно, да? На пофиг. И каких-то действий супербыстрых к вам человек не будет проявлять. То есть новый знакомый к вам быстрых действий не проявлять, проявлять не будет. Или ваш молодой человек не будет что-то признавать, к вам переходить в ваш этот лагерь военный, потому что вот он в своих делах, мечтах, мыслях. Тельце, любовь, работа, общий фон, для тех, кто в паре, поиски, ссори. Больная любовь на этой неделе. Влюбитесь в человека. Не то, что тут невзаимно, а тут идет большая любовь, но какая-то очень больная история будет. То есть вы можете, в принципе, остаться с человеком, с которым познакомитесь, либо уже знакомый. Но здесь идет человек знакомство через конфликт, что он вам не нравится, либо... И вы можете даже отрицать тот факт, что да он мне не нравится, да, как вот... Я люблю сейчас цитировать сериал «Энн», потому что я его смотрю. И вот там «Энн». «Гилберт, да фу, да нет, да никогда, и сама там ночами». «Гилберт, выеби меня в попу». Ну вот, короче. Поэтому у вас интересный момент. Типа вы можете даже со своим... Просто вот тут на пару падает повешенный, что любовь, но уже непонятно какая, уже непонятно, что это за отношения. Спинка чешется. Почешите. Короче, ну непонятно просто, уже по повешенному. Нету даже мыслей там быть вместе, не быть, оставаться, не оставаться. Чуть-то как-то просто пофиг уже. Повешено это, типа, да вроде вместе, а вроде нет. Да и нормально вроде все, да вроде эпоху как-то на самом деле. Вроде нам и удобно вместе. Ну как-то вот так, типа. Ну нормально вместе. Ну и нормально нам. Повешено, непонятные отношения. Ну и ладно, пройдет, наверное, со временем что-то непонятное. То есть тут уже как-то на похуй все конфликты сводятся. И на этой неделе тем более. Может быть вы уже там пережили эти ссоры, либо недавно пережили вот эти конфликты. И поэтому уже так на похуй. На поиск любви десятка мечей. Вот я говорю, что просто какой-то конфликтный дядька может попасться. Те, кто в ссоре, поащай, ждите, блядь, привет из прошлого. У меня есть к тебе чувства. 8 дней, 8 недель, 8 месяцев. Нет, но вот тут наблюдает за вами человек, ждет подходящий момент, когда можно будет выстрелить. Что-то написать, что-то сказать. Ногу хочу поднять, задрать. Все. На работу падает шестерка жезлов. Вы что-то в эпицентре внимания. Вы прям себя почувствуете героиней этой недели. Видимо, вы всем будете помогать. Либо как-то вот в эпицентре, что вы всем нужны. А вам, видимо, это очень будет нравиться, что вы всем нужны. Без вас ничего не могут. Надя, отмена на кассе, сделай пятерочки. Ну, короче, вы что-то всем тут нужны. И вам от этого будет очень приятно проводить время на работе. Больше ничего не показывают. Просто все круто, классно на работе. Общим фоном сила. Ну, это большое взаимодействие с семьей. Очень много. Взаимная любовь. Вот тут семья. Дети, семья, все заебись. Если вы только встречаетесь, то тут просто как будто уже нет сил на конфликты какие-то, блядь. Уже просто избегать их хочется. А вот те, кто семья, брак, то, видимо, вот у вас общим фоном сила. То есть, во-первых, в эпицентре этой недели семья будет проходить. А во-вторых, тут объединение еще больше, сплочение семьи. Из-за каких-то мелких, а может и не мелких неудач, тут за жезлов, из-за каких-то обманов. Может быть, вы будете давать советы своим детям, либо родители вам будут давать советы. Здесь идет, чисто проходит сплочение семьи. Скорпионы, любовь, работа, общий фон. Для тех, кто в паре. В поиске. Сори. Ну, те, кто в поиске, тут перебор партнеров-партнерш. Бесконечные поездки, блядь. Видимо, от тиндера уже все. Заполонил все пространство. То есть, здесь очень много встреч, очень много гуляний, знакомств, очень много компаний, много людей. Я не вижу тут одиночества. Я не вижу конкретного человека. У девочки есть козерог девотелец-мужчина. Общим фоном он вышел, да? Да, это на любовь он выпал. То есть, общего фона у вас нет, но он для девочек на любовь. Для мальчиков тоже солнце. Видимо, какой-то друг хороший, или поддержка, либо там советчик. Появится, либо уже есть, либо, знаете, такой мудрец, старый пердун. В плане работы, пас жезлов, что-то набегаетесь, очень много информации, бумаг, действий каких-то, очень много всяких дел. Много движения, много звонков, сообщений. Просто много дел, просто вот беготня какая-то. Я не вижу, что тут ни про деньги не сказано, ничего, а про процесс. То есть, вы на этой неделе в процессе действий. Очень много их движения, движения. Для тех, кто в паре по шпинтакле. Ну, все как обычно, да? Все хорошо, все стабильно, как обычно. Вкусненько, прекрасненько. Вот. Ничего такого сверхъестественного я не вижу. Для тех, кто ссоря, кто-то из вас копит деньги, чтобы кому-то поехать поговорить. Здесь придет на примирение женщина-рыба-рак-скорпион. И женщина-козерог-дева-телец пойдет на примирение. Либо пойдет, либо придет. Ну, просто десятка пентаклей, это когда человек в ресурсном состоянии, когда у человека деньги, все хорошо. Ну, девочки, я не знаю, придут сами или нет. Мальчики точно придут сами. Вот рыба-рак-скорпион точно приходит сам. Это либо вы и мужчины придете сами, которые меня смотрят, либо к вам придет ваш мужчина. Либо это карта мужа, короче, любого знака зодиака. Либо карта, ну, супер возлюбленного, прям, блядь, для неизможения. То есть это вот именно любовь, если вы с ним там спали, встречались. Рыба, любовь, работа, общий фон. Для тех, кто в паре, в поиске, в ссоре. Да, те, кто в ссоре придет, тут рыба-рак-скорпион-женщина на примирение. Мужчины тоже придут, но будут как-то увиливать. По тузу жезлов это может быть даже обманом прийти. Там, допустим, вы говорите, я не хочу его видеть, там-то его там точно не будет. Вам говорят, не-не-не-не-не. Вы приходите, а там этот человек сидит. То есть вот, либо он узнает, куда вы идете, и там у вас, ой, блядь, случайно встретились. То есть вот такое. Написать, позвонить должен. В особенности, если вы были с семьей. Тут очень ярко проходит, то есть либо в браке, либо в отношениях ближе к семейным, да, планировали там детей родить, все дела. Те, кто в паре, тут расставание и разочарование в партнере. Новая жизнь. Очень высока вероятность расставания. Тут прям что-то очень плохая неделя. Здесь до расставания вплоть дойдет. Поиски. Вам никто не понравится, просто скажу. Есть много, очень много людей по пятерке жезлов. Всегда их много, блядь. Но конкретики нет. Того, кто нравится, нет. Есть общим фоном карты императора. Будьте осторожны, на работе могут вас обмануть, может быть, в договоре или еще в чем-то. Здесь просто идет привязать к месту работы, заставить что-то делать. Возможно, это ваш отец. Да, вот как бы вы там думали не учиться, в каком-то институте договорились с отцом. Он вас берет, устраивает и говорит, а ты уже на контракте. Если не будешь слушаться, будешь потом вот это говно выплачивать через суды. Здесь есть подстава от родни. То есть это либо папа, дедушка, бабушка, либо это этот муж. Либо очень взрослый парень. Деньги, блядь, какая-то удача свалится. Фея фортуны. Что-то, бля... Пиздец, какая удача. Сказать. Джекпот. Раки. Что грустно. Дождетесь своего овна-льва-стрельца. Падает тяжелое ожидание. Кто-то тоже ждал его. Как какой-то знак зодиака. Четыре недели, четыре дня, четыре месяца. Кто-то месяц, день, неделю. Вот дождете всего. В плане работы, если у вас начальник в долевесе близнецы, либо какой-то такой строгий мужик, у которого все планомерно... То есть это не какой-то там... Э-э-э-э-э-э, блядь, всем привет, всех люблю. То затяжной какой-то конфликт, либо затишье на работе непонятно, уволят, нет. Оставят, нет. Если сами на себя работаете, тут просто может произойти конфликт с каким-то тоже мужчиной, рыборак, скорпион, либо удаление... У меня сбросилось видео, представляете? Может произойти конфликт с каким-то рыборак, скорпион, либо удаление, весы, близнецы. Кринж. Че случилось с видосом? Прям прервалось, представляете себе? На поиск любви, вот я сказала, значит, для тех, кто в паре, девятка чаш. Очень много мечт совместных, которые вам не даст ваш партнер на этой неделе. Либо планы идут по вот шуту. Обнуляются, давай, блядь, босыми бегать по мокрой травке. Блядь, зимой. Застудим писью. То есть я не вижу тут, типа, что-то серьезное. Здесь больше про работу, что да, нам удобно с тобой, мы не будем жить на Курском вокзале. Но тут вам как будто человек ничего не дает. Вы сами себе даете, что вам надо, и все. Человек тут может только эмоции, что-то маленькое давать. А то, что вы видите, вы сами будете это реализовывать спустя очень долгое время. Ну просто выразнитесь. Он может да, да, блядь, да. Понимаете? А на самом деле, блядь, хуйна. И человек не поддерживает вас. И даже не стремится к этому. Я мем просто в TikTok вспомнила. Да, да, да. Общим фоном карта смерти. Что-то шире мыслить, что ли? Да, шире мыслить в плане работы. И будущего, и успеха. Здесь идет... Вам говорят, блядь, делай, что хочешь, у тебя все получится, мы тебе все для этого предоставим, дадим. Только хуярь, только вперед. И вы такие, блядь, без Б, буду делать. Для тех, кто в ссоре, в правосудии, ну человек получит по заслугам в любом случае. Девять дней, девять недель, девять месяцев, поговорите. Вот у кого какой срок. Но тут... Типа, блядь, мне так спокойно с тобой. Может быть, снова начнем заново. Или придет обосанный-обосранный человек, что типа, только ты меня понимаешь. Поэтому аккуратнее, девочки-мальчики. Водолеи. На работу выпало козерок, делайте лет. Женщина вам. Сконнектитесь в какой-то козерок, делайте лет, и у вас пойдет очень хороший заработок, у вас получится очень хороший тандем. Либо это начальница, и больше коннекта нужно с человеком. Общим фоном отшельницы. Ну, вы одиночки на этой неделе. Есть знакомство водолеи, весы, близнецы, мужчина. Но здесь работа. Тут вот пока что-то про работу тоже. Я не вижу. Девочки будут не без внимания. Императрица вышла на любовь. То есть я самая пиздатая, блядь. Понятно, он, блядь, уебы. Но я не вижу партнеров. Не вижу. Вижу водолеи, весы, близнецы. Есть тоже дядька. Но что-то, блядь, он... Он как будто вот главный, но вам как-то похуй будет на этой неделе на людей почему-то. Вы как-то так, блядь, типа... Иди нахуй, иди нахуй. Чур меня, чур. Вот так вот будет. Для тех, кто в паре, продолжайте мечтать. Мечты вас приведут к финансовой обеспеченности, стабильности, к стабильному, ну, какому-то общему имуществу, браку и так далее. Придут вас к какой-то стабильности и собственности. Так что продолжайте мечтать. Вы это как-то материализуете, все, что мечтаете. Для тех, кто в ссоре, десятка чаш. Ну, заплатите человеку, придет. Будет следить, все, что хотите, сделает. Здесь человек вас хочет, но не любит. Хочет привязать, использовать в своих целях, разбить сердце. Это вот под дьявол, это не про любовь. Это жесткое что-то. Четыре недели, четыре дня тоже, четыре месяца у вас, когда придет. Я снимаю сегодня четверг у нас. весы, любовь, работа, общий фон, за тех, кто в паре, поиски, ссоре. Те, кто в поиске, обретете, найдете тихую гавань, спокойствие. Либо здесь сами с собой, либо с человеком обрести спокойствие, гармонию с миром. На работу, вот будьте осторожны, тут кто-то за вами очень наблюдает, либо метит на ваше место, либо считает, что вы слишком молоды и глупы, чтобы иметь там какой-то заработок, либо чем-то заниматься, либо как-то вы высокомерно отвечаете, очень много знаете, и люди могут пытаться у вас забрать то, что вы имеете. То есть за вами наблюдают, просто знайте это. Вас фокусят на работе, либо на учебе, либо завалить хотят. В общем и целом, на неделе пройдет хорошо. Карта солнца, это все вот эти вот негативные моменты, которые я сейчас скажу, они будут сглажены, либо вообще отсутствовать, вы их не заметите. То есть неделя пройдет хорошо, будет все адекватно. На пару падает семерка пентаклей, можете не в планово забеременеть, вот будьте осторожны, либо здесь вот влюбленные, семерка пентаклей, вообще, блядь, такие несочетаемые карты на самом деле. Как бы вроде и радость, но да, в отношениях все круто, мы любим друг друга, но тут будут очень жесткие перепады. То, блядь, я так устала, хочу попукать в одиночестве, съебись куда-нибудь, то, блядь, я так люблю, находись рядом со мной. Что тут прямо это? Ебанизм. Для тех, кто в ссоре, Иерофан, ну, здесь, если человек придет, он будет вас учить. То есть, либо ты будешь делать, как я тебе скажу, я тебя беру в жены, блядь, замуж, да, выхожу за тебя, либо мы с тобой не будем вместе. То есть, я вижу правильно, я по Иерофанту, как учитель, прохожу, а ты, а ты, рыцарь, чаш, блядь, ты нахуй, знаешь свое место, блядь. Ну, пускай дальше шансы, тормоз, если хочешь быть со мной, значит, надо мне слушаться. То есть, тут вот прям раздеб. Здесь придет только женщина на диалог, рыба, рак, скорпион, на этой неделе есть момент от нее. Остальные что-то нет. Близнецы, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, в поиске, в ссоре. Те, кто в ссоре, есть примирение через секс, сразу скажу, через интим, две недели, два дня, два месяца. И, ну, тут вот, знаете, отношения болезненные будут вот с этим человеком, если вы возобновляете. Здесь отношения, которые кармические, именно обучающие. То есть, если вы останетесь человеком, вы всю жизнь будете мучиться, блядь. Так страдать будете. Вам просто они нужны, именно как важные для опыта. Неважно, какие они. Пускай там будет, блядь, в них наркоман, не знаю, какой-нибудь ебанутый чел. Но вот это вот общение, вот это вот взаимоотношение, отношения вам дадут очень большой опыт, колоссальный для будущего. Те, кто в поиске, есть знакомство рыбарок, скорпион, мужчина. Здесь даже карта благосостояния, то есть, не без денег человек, но для мужчин есть знакомство, но тут что-то по девятке пентаклей, кого ты сам выберешь, кого вложишься. Кто тебе понравится по финансам, по делам, по мозгам. Вот. И здесь идет знакомство очень на работе. Больше проходят с человеком, и как будто, либо вы можете даже начать общаться по рабочим моментам. Для тех, кто в паре, упущенный шанс объясниться, что это, ну, ты неправильно все поняла, просто на этой неделе может быть какой-то абсурд, что вас не поймут, что вы сделали. Например, там, вы просто общаетесь с человеком, потому что он с вами работает, но сказали там своему возлюбленному, допустим, что вы с ним не общаетесь, ваш возлюбленный, который думал, что это ваш там какой-то любовник, может об этом узнать, и вы не объясните, что, блин, да он мне написал, чтобы я ему там что-то вернула, может, это ваш бывший, еще что-то. То есть вот какая-то, блядь, тупая ситуация может произойти и перевернуться это все в конфликт, как упущенный какой-то шанс объясниться, поговорить. На работу падает умеренность, качеля, то все будет очень хорошо на этой неделе, то очень плохо, то на грани, то прям пиздец на высоте. И так будет еще долгое время дальше, чем эта неделя. Общим фоном карты Шута есть возвращение из прошлого какого-то петуха выебистого у вас. Две недели, два дня, тоже два месяца, но он идет, а, кстати, это может быть и этот, блядь, по дьяволу, который проходит у вас. Здесь просто идет, типа, блядь, привет, обнулимся, давай начнемся заново, почему нет? И тут именно вот про любовь вот это вот все. Может даже человек как-то с вами на работе взаимодействовать, вот тут есть, что кто-то может ебантья какой-то припереться из прошлого. Овна, любовь, работа, общий фон для тех, кто в паре, в поиске, ссори. Так, те, кто в паре, тут нормально все, но какая-то грусть вас будет одолевать из-за доминантности именно мужчины тут идет. Если вы мужчина, не доминируете лучше сильно над своей женщиной, она не показывает здесь, но вы как будто разочарованы своими поступками про мужчин, что они чувствуют, что они неправильно поступают, но все равно почему-то так поступают, как-то плохо, неправильно, грубо. Вот. Подумайте над этим, над своим поведением. На пост любви падать до знакомства рыборак, скорпион, мужчина, есть для женщин. Для мужчин рыборак, скорпион, женщина, королева чаша. Будьте осторожны, это может оказаться треугольником, потому что общим фоном у вас тройка жезлов и даже можете познакомиться с людьми семейными и сами попасть в эти треугольники либо там в отношения с кем-то уже давно. Но у вас тут взаимные чувства и любовь, то есть я, ну, надеюсь, вырулите вы. Ну, вот обманы какие-то, то есть там, блядь, сто кругов ада надо пройти, чтобы с этим человеком построить отношения. Так что десять раз подумайте перед тем, как делать выбор в сторону человека. Хотя вы ловны, блядь, вы любите такие ебанутые схемы. Вам понравятся. На работу девятка пентаклей падает. Нихуя вам не дадут. Ничего вы не получите на этой неделе девятка мечей. Это ожидание только какое-то. Так что, сильно не напрягайтесь на этой неделе. На этой неделе ничего не получится из задуманного реализовать. Ничего. Либо затянется очень надолго. Будете чувствовать себя ребенком каким-то неопытным, не знающим чего-то. для тех, кто в ссоре, карта вселенная. Тут есть общение в интернете, но больше про работу тоже, либо про как у тебя успехи, у меня нормально все, чем занимаешься, вообще-то ничем там, работаю там-то, там-то, вот занимаюсь этим, молодец какой. Типа тут такое общение над ебись. Львы. Любовь. Работа. Общий фон. Для тех, кто пары, в поиске, ссоре. Те, кто в поиске, две недели, два дня, два месяца, четыре недели, четыре дня, четыре месяца, встретите свою любовь, но это будет и та, и та больная. Любовь. В особенности, если вы мужчина, то вы тут сами устраиваете эти больные отношения. Помогу. Манипуляторы. Для женщины это вот знакомство с таким манипулятором, который будет вам мозг ебать. И причем здесь идет, знаете, такая а-ля романтика, типа, блядь, я тебе запрещаю, и вы такие, о, я кончаю, несите чаю. А на самом деле вы не любите ограничения, и что-то вы вот как будто войдете в эти отношения, а потом только поймете какой-то пиздец, что это неправильно, что это, ну, типа, знаете, есть шутки там, я тебе разрешала, и вы там, а-а-а-а-а-а-а, типа шутка, смешно. А тут реально человек ебнутый может вам это указывать, приказывать, типа, что делать, что тебе не делать. Для тех, кто в паре, тут обманы какие-то, вас обманывают очень жестко, десятка жезлов. Могут и за ребенка, за какого-то обманывать. Тут просто, может, это младший брат чей-то, либо, там, дочка чья-то сестра брат но вот здесь идут какие-то обманы связанные с детскостью может быть у человека травма что он вам что сказать не может рассказать объяснить не супер жестко это как будто вот нарциссизм вырос после неудач в детстве в чем-то какие-то не знаю вы кого-то в отношении с человеком которого детские травмы для тех кто в ссоре тут четыре недели четыре дня четыре месяца тоже примирение но у кого-то 7 дней 7 недель 7 месяцев но тут тоже вот человек с травмами сам не захочет прийти тут очень много будет дум о вас хотите сами к нему приходить он не пойдет он будет сидеть страдать думать что его отошьют обидят нахуй пошлют тормоз общим фоном есть знакомство рыбрак скорпион женщина спустя очень долгое время но она вам больше что-то идет как помощник в работе как вот хороший консультант советчик кого-то подруга такая появляется это может быть кстати замужняя женщина любого знака зодиака либо чья-то мама даже может для вас подругой стать но мамы если это 9 дней 9 недель 9 месяцев в плане работы звезда вот вы можете упустить какую-то удачу вас 20 старший аркан это страшный суд и звезда то есть можно упустить какой-то свой шанс на удачу в плане работы на успех стрельцы любовь работа общий фон для тех паре в поиске соль те кто в поиске никого вам не дают здесь все будут от вас почему-то уходить на этой неделе потому что у вас типа вот я не знаю мне последние два знака почему-то с детскими травмами только у львов у них там люди с травмами а теперь будет травмированные стрельцы здесь я не знаю искать неделя травм детских пиздец какой-то но вам будут очень вот как будто попадаться долбоебы с которыми вы будете общаться они будут сливаться но потом такие ты ты же сама слилась тут и чё я хочу с тобой общаться это ты не хочешь со мной сейчас то есть тут вот блять какие-то ебанутые манипуляции по луне типа у меня кто то есть мне никого нет на самом деле есть у меня никого нет ясно для тебя у меня никого нет то есть вот ебанутые какие-то неправильные построения отношений на этой неделе и ухода в общем фоном в плане работы веселуха какая-то тройка чаш бухара тусовки на работе может кто-то работает в барах тамадой конечно но есть даже с кем-то можете перепихнуться познакомиться на работе вот карта новой жизни падает на отношения здесь можете типа новая жизнь начнется после рождения детей либо короче и карта красоты здесь идет то есть вы должны как-то поднимать друг друга в плане самооценки и все у вас будет заебись в отношениях здесь нужно как-то поддержать друг друга на этой неделе и задуматься о детях если вы не хотите детей то но об усыновлении у кого проблемы удочерение и так далее а если не хотите не планируйте детей вы очень молоды то вам просто нужно почему-то провести время с детьми может быть это ваши братья сестры какие-то либо там в кругу семьи провести время просто это как-то вас объединит в романтическом плане для тех кто в ссоре через 9 дней 9 недель 9 месяцев есть примирение или 7 дней 7 недель 7 месяцев но тут очень долгий путь потому что тут сначала вы работаете над отношениями возможно даже начнете с дружбы потом вы будете приходить в влюбленных снова возобновлять эти отношения к это хуйбала правда тяжело построить заново то что уже разбито но если вы захотите то у вас все получится все всех люблю целую всем чмок пупок всем пока